Пару лет назад, когда поползли первые слухи про игру Рейди Арнот и был показан трейлер, многие игроки пророчили смерть Осаде. Ведь она пошла не по тому направлению, которое от нее ожидали. С каждым сезоном Осада все дальше уходила от истоков серии игры про отряд Рэймбоу. Медленного геймплея с подготовкой на тактической карте, анализом маршрутов своей команды и команды противника, отметок входа в здание и многого-многого другого. Духовного наследника игры Сват, где бойцы с троем прикрывая друг друга медленно переходят из комнаты в комнату, попутно зачищая их. Позже стало понятно, что Осада стала игрой немного про другое и лично мне кажется, что это и к лучшему. Но те, кто ожидали именно Сватовский геймплей, возгрузили свои надежды на Рейди Арнот, которая станет ей отличной заменой со всеми фишками и эмоциями, которых игроки так и не смогли получить в Осаде. И ведь разработчики Рейди Арнот именно так и подавали игру. Все эти трейлеры и интервью это все наталкивало на то, что эта игра про медленный и тактический геймплей, с проверкой каждого угла в здании и передвижением по карте колонны или двойками, как это было в игре Сват. Но после того, как многим блогерам выдали ключи на бету, поиграв и посмотрев на продукт, по факту стало понятно, что игра то совсем не про то. Чем больше я ковырялся в этой игре для видео, тем больше я понимал, что это обычный шутер «беги и стреляй» на достаточно примитивных локациях по типу стройки, где из тактического у вас только перцовый баллончик, наручники, шокер и раздвижная лестница. Зачем это все нужно не совсем понятно, поскольку в игре нет задач по типу арестовать противника. Если вы всех перестреляете, то это никак не повлияет на исход битвы, вы все равно одержите победу. Плюс ко всему, одев наручники на вашего противника, он может с ними уползти и его сокоматники развяжут. В общем, очень странные механики. В игре также есть кастомайз ваших бойцов, он достаточно приземленный, и вы не найдете здесь костюмы пиццы или рыцаря, как в осаде. Для кого-то это, наверное, большой плюс, но тем не менее, в игре чудовищно большой ТТК без какого-либо импакта. Складывается ощущение, что вы стреляете именно в пиццу без коробки, а не человека. Параллельно сейчас еще делается такой проект, как 9-5. Мне посчастливилось поиграть в Альфу, и хватило меня ровно на 15 минут. Что вы понимали, это калибр только от первого лица, хотя даже в калибр я наиграл десяток часов. Поэтому, если вы подписаны на мой канал и доверяете моему вкусу, не вздумайте тратить на них свои деньги во всяком случае сейчас. Повторюсь, проекты не то, за что себя выдают. Плюс ко всему я охренел от цен стандартное издание Рэдика за 60 долларов. Я думал, что побег из Таркова это дорого. Понятно, что это все бета-тест, и со временем игра обрастет контентом, но она никогда не станет игрой про спецназ и штурм здания, увы и ах. Это обычный шутер наподобие КС, пусть и со своей атмосферой, но не боли. Поэтому я решил немного поменять формат видео и заострить ваше внимание на другой игре, которая 12 августа получит ранний доступ в Steam. Как по мне, она больше похожа как на сват, так и на осаду. Причем многое дистанция, взято из радуги, поэтому я не удивлюсь, если попозже повторится ситуация с судебным иском от Ubisoft, как это уже было с одной мобильной игрой. Но это уже, наверное, больше зависит от разработчиков Zero. Насколько под копирку они будут ее развивать или все же выберут какой-то свой путь. В общем, игру делают на движке Unity. Какой именно версии, непонятно. И хорошо это или плохо, тоже непонятно. Поскольку тот же самый Тарков, сделанный на Unity, получил море хейта насчет реализации движка. То есть какие-либо проблемы из-за этого определенно будут. С другой стороны, расскажите им, нигде их нет. Zero или 0, на первый взгляд, действительно очень похож на игру про спецназ в привычном понимании. Многое, конечно, зависит от самих игроков, как они будут в это играть, тактически или носиться по карте как ненормальные. Но радует то, что разработчики, в отличие от Ready or Not, и Nine Five создают игру так, чтобы заставлять игрока действовать именно через тактику и слаженные действия с командой. Во-первых, это левел-дизайн. Карты узкие, с маленькими комнатами. Все помещения до цели придется чекать, и особенно заглядывать за каждый угол, в которых здесь пруд пруди. Не станешь этого делать – будешь умирать. Во-вторых, это стадия подготовки. Не просто выбор высадки, а именно проработанная 3D-модель карты, которую вы можете изучить перед штурмом со своими напарниками. Обговорить маршруты и самое главное, на нем можно черкать всякие стрелочки, полосочки типа кто где пойдет и так далее. Похоже, это на экран подготовки старые радуги. Причем используют макеты как нападающие, так и защитники. В игре есть камеры внутри здания, как в осаде, которые можно также отслеживать. В игре есть крюк-кошка, который позволит сбираться на этажи выше, тоже как в осаде. В игре уже есть гребаный тир, который я мечтаю увидеть в осаде уже хреново тучу лет. И в игре есть еще прикольная фишка – взаимодействие со светом. Пока непонятно, кто может делать это – террористы или штурмовики, или вообще и те и другие, но в здании можно обрубить свет. И как я понял, это на время, но тем не менее на геймплее это очень сильно сказывается. Вам обязательно надо будет иметь на такой случай фонарик. Плюс вам помогают прожекторы вертолета из машины, освещая здание с улицы. По режимам здесь все стандартно – это типичный 5 на 5 с обезвреживанием бомбы и спасением заложника. Но тут как-то интересно сделали, что бомба находится прямо на заложнике, то есть его надо не просто вывести, а сначала раздифьюзить. Также во время перестрелки, если заложник почувствует себя в опасности, он может психануть и просто-напросто убежать в другую комнату или вообще противоположную часть здания. То есть за ним надо постоянно следить. Если верить словам разработчиков, то всю разгрузку вам нужно будет установить на своего бойца перед матчем. То есть некий режим закупки, но с ограничением по весу и условными карманами, а не же ячейки. То есть кому-то придется чем-то жертвовать в плане обвесов и гаджетов. У защитников также будут укрепления и ловушки для обороны карты. Игра ведется до трех раундов и атакующие имеют два комплекта с пятью видами вооружения, а оборона пять схожих комплектов, которые обе команды должны растянуть на все три раунда. Вооружение не завязано на оперативниках. Если вашего щитовика убили, вы сможете подобрать его щит и заменить его. Естественно, ни о какой разрушаемости здесь не может идти речи. Максимум, что здесь устраняется, это стационарные камеры и стекла. Я даже не смог понять, можно ли прострелить дверь. Также защитникам позволяют выбегать на улицу и находиться на ней неограниченное время без какого-либо обнаружения и подсветки, что тоже сомнительное решение во всяком случае пока. В целом, такой геймплей хоть и имеет свою изюминку, лично для меня станет очень душным. Играть в него на постоянке, как в осаду, сомнительная радость. Уж очень медленный геймплей велик шанс, что, как и в случае с осадой, именно игроки сломают его, заставив разработчиков перестраивать Zero в более динамичный шутер. В целом, пока мало что известно про игру, у нее даже нет официального сайта, лишь странички в соцсетях и Steam. Верить разработчикам на слово, сами понимаете, дело рискованное, поэтому я пока не советую вам покупать ранний доступ на старте. Лучше поберегите деньги и посмотрите более поздние обзоры. Просто меня смущает, что это дебютный проект компании M7 Productions, о которой по сути ничего не известно. Единственное, что я смог накопать, что они когда-то уже пытались делать игры на движке Unity и пытались воссоздать саму осаду с картой дом. Делали они это по фану или в надежде сделать именно клон, непонятно. Уж больно сильно смахивает и меню на то, что было в осаде на старте. Все шрифты с оформлением и киллбаром, которые она использует при победах и поражении. Поэтому я бы с предзаказом тормознул, поскольку велик шанс, что эта игра однодневка для сруба денег. С другой стороны, у игры вообще никаких пиар-компаний. Я по чистой случайности узнал о ее разработке и некоторое время наблюдал за проектом. Интересуется проектом единицы и в целом, если действительно это разработчик лишь энтузиасты, то велик шанс, что это на старте вообще не будет онлайна. Если вы захотите, я могу в нее поиграть на стриме вечерок-другой после релиза. Посмотрим на нее вживую. Потому что это все, что известно про игру на данный момент. Также пишите, что думаете насчет этих игр в комментариях. Ну а я буду с вами прощаться. До скорых встреч. Пока-пока.